на тест мне попал вот такой замечательный аппарат кто не в курсе до bvp m80 а можно будет получить вот как раз вот в этом марафоне который сейчас проходит а который начался недавно да и там элементарные правила просто каждый день делаете один фраг pvp или 5 фрагов пвп 10 раз это здание выполнять это с 10 дней и получаете это за этот самый как раз то награда на день танкиста в общем сегодня мы ее посмотрим что на себя представляет как я уже говорил да это хоть и bbm к 5 уровня но просто охренительно интересно и за счет того что здесь можно выбирать целых три башни 3 на выбор башни мы все три сегодня конечно же попробуем причем здесь я так понимаю а от этой башни да все интересности идут а если мы эту поставим а ну-ка как это будет выглядеть ну в принципе наверное это не то что кинок к этой башне привязана но привязана к любой из них да ты будешь подбирать это это оборудование уже в зависимости от того какую-то башню поставишь что здесь есть здесь есть вариант 1 это 30 миллиметров к а плюс малютка 2 птурат насколько я помню здесь написано что-нибудь такое короче то выглядит первый вариант выглядит вот так вот они до 2 малютки и 30 миллиметров к вариант 2 это 32 30 миллиметровые автопушки короче это вот он аля amx 13 диссей но продал он поменьше габаритами но тоже 2 автопушки и никаких тебе птуров и конечно это интересно как это будет машина играться в свете нынешних изменений которые коснулись в bt хотя это 5 level наверное все так же будет бодро и весело и вариант 3 это чисто птуры это вот такие вот 666 второв продавал здесь все-таки немножко да все-таки немного подумали о здоровье наших игроков и необычные там какой-нибудь сделали урон там по тысячу а средний урон 632 хотя опять же да средний урон даже 632 это значит сколько здесь разброс здесь максимальный бонус к урону 25 процентов все также есть оптуров этого кумулей убрали оптуров и не минус 10 процентов да ну то есть здесь может вылетать на самом деле очень злой их здесь 6 вообще ладно я не буду сейчас выдаваться в подробности вариант 1 так что за улучшение точность либо управляемость птур здесь одна 30 миллиметров к и в общем то наверное там не такая быть плохая точность да я думаю здесь однозначно ставим вот это и дальше выбор либо темп стрельбы плюс 15 процентов но это будет наверное офигенно для автопушки как раз либо дальность обзора это всегда офигенно либо улучшенная какая-то малютка и рачки во херач я пока посвечу не добил офигеть не добил а вот как там 72 к будет справляться это вопрос стоим беспалево светим я не досвечиваю что ли там задняя полка отрабатывает по нашим чуть 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 конечно свечу все нормально все нормально где метка хотя бы ой хорошо наказываем лично тихо 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 даже не засветился да ладно так выборка решила мне испортить всю жизнь да давай иди сюда до свидания ну фуасы нормально так дают нормально я могу сказать мне нравится ух ты сколько вас тут офигеть бам все нормально ты не светишься у тебя все хорошо так шерик да что ж я их не добиваю даже фугасами ну хреновастенько да так вот так быстрее хреновастенько но как-то там заходит нормально всех под замес просто ребят сорян но здесь упреждение нужно было делать просто какой-то дикой я вообще не видел куда я попадаю я в него или не попадаю так я думаю там сейчас к ним спина на заезжать отсюда вот сейчас будет интересный момент врыв на два убт выживу ли я после этого смогу ли нанесу ли вообще какой-то урон а их уже развернули да под нас класс вполне себе вполне себе а чё это же урон не получил ни разу а чё происходит так там обыдать и на перекрестке кучей стоят до надо заезжать аккуратнее мир кауч я понял луноход фугасы пробуем бесполезно мне только фугасы и остались класс чё с боекомплектом чё так мало мне нужно больше снарядов надо фугасов поменьше ставить слушайте боекомплект на двух автопушках улетает вообще моментально я хотя бы в корму ему урон был наносить потому что мерка вы всегда были очень крепкие против автопушек а сейчас так тем более что это нас что это нас ого во в МТОшечко как пелешечки как пелешечки в МТО нормально заходят а еще не все умерли да и у меня закончился боекомплект печаль на двух автопушках боекомплекта не хватает категорически просто По поводу конкретных башен Я, конечно, в конце итоги подведу Чё к чему, да? Расскажу Но в целом, в любом случае, машина прикольная Пятый левел ББМка с таким вооружением Плюс она премиумная, опять же Плюс её можно на халяву получить Практически там ничего не нужно делать Если вы в эту игру играете, то вы получите это Без какого-либо вообще напряга Чё? Ты здесь забыл? Хорош Так, есть вариант, что сейчас объект продавит Нашу восьмидесятку и поедет в спину За этим надо следить Так, незаметность нападает на Процентов 15 Это нормально Я перезаряжаюсь Только нажал перезарядиться Да чё ж я так долго перезаряжаюсь Да, тут сейчас нашего будет тепло продавливать Так, этот вяжет явно Назад Назад Блин, нужно, чтобы он проехал до перекрёстка Который вот здесь будет в простреле Почему он этого не делает? Ладно, я сам посвечу, постреляю потом Я надеюсь, я досвечу Потому что здесь такие западляшные могут быть Вот эти кусты, какие-то деревья Которые просто весь обзор съедят Вроде иногда смотришь Ну, как бы нормально Свечу Встаю свечу А хер там Какая-нибудь веточка Какое-нибудь дерево Минус Сколько там 25-30% Обзору До свидания Так, ты не доедешь Ты доедешь А нет, не доедешь Решил назад сдать Красава Ха-ха-ха-ха Эээ Джиннис, джиннис, джиннис Так, надо перезарядиться И ворваться на МС-13 Да всё, пацаны, нормально Можете возвращаться Я бы всех убил Поехали искать Последних типов Это уже 12-4 А, их там две было, телеги А ну Посражаться против таких коробочек Ой, там десант, правда Но с десантом, конечно, будет тяжковато Убьют без меня Там десант тоже Да, эту коробчонку без меня убивают Эту коробчонку тоже без меня убивают А где ещё коробчонки, которые не убивают без меня Вот он, коробчонка стоит и тэшит на ОБТ Какой ты молодец Да, я тебя поздравлю Премию Дарвина тебе дам Летите Ну конечно Зачем его пробивать Ну нормально же заворачивать Чего иногда они как-то странно В землю куда-то втыкаются Смотрите, в чём прикол Варианты башен реально очень классные Есть и универсальные Вот на этой башне ты можешь играть как стандартная ББМка Ты и посветить сможешь нормально И при необходимости ОБТшкам в туры закинуть И с автопушки пострелять В туры конечно стрёмные 400 пробоя это просто забей И 430 в улучшениях не помогает против некоторых ОБТ В лоб некоторые ОБТ ими этими втурами очень тяжело пробивать Но с другой стороны если посмотреть на 5 уровне какие ОБТ Ну тут в основном картон Вот реально чифы пробиваются АМХ картон М60 залетает С меркавками и магахами возникнут проблемы И с советами Объекты пробивают Китайцы пробиваются Ну то есть в основном вот кроме советов там и буквально Там меркавки и магаха может быть Но и до этого в общем то их турами было тяжко пробивать С ними в лоб возникнут проблемы Но со всеми остальными нет По картону пострелять всегда можно И поэтому вот этот хороший универсальный вариант Вариант второй Это две автопушки Тут можно прям дать себе волю Фантазии да и Офелию поставить Чтобы у тебя еще больше был урон ДПМ здесь получается адовый С двух автопушек прям огонь Но проблема да Слишком маленький боекомплект Я не понимаю почему здесь такой маленький боекомплект Ты отстреливаешь особенно с двух автопушек Его очень быстро Боекомплект надо бы увеличить Вариант третий Это чисто птуровая вариация Да опять же можешь поиграться с оборудованием Поставить какое-то оборудование И поиграть просто в ИТ Хотя в принципе и не мешает не сильно Там процентов на 15 по-моему падает незаметность после выстрела Поэтому можешь вполне себе и аккуратненько светить И стрять этими птурами Вариант закидывать шестью птурами на этом уровне Ни у кого вообще такого вооружения Даже близко нету Поэтому вот в этом плане Это вооружение на этом уровне Очень такое получается уникальное Птуры все те же самые правда И опять же с некоторыми проблемами будут Но скорострельность неплохая Перезарядка общая довольно таки долгая Там секунд 35 получается Но есть дозарядка И поэтому ты потихонечку эти птуры можешь После неудачных каких-то отстрелов Возвращать Единственное да По итогу у меня остался вопрос большой По прочности 1500 Камон Че так мало Это не должно быть так мало Здесь должно быть 1700 хотя бы Ну то есть 13 DCA вообще смотрится странно Маленькая такая телега И 1900 1900 А здесь такой огромный сарай И 1500 В кого мне кажется не ткни Вот он сарай автобуса 1650 Ну этот ладно Этот сарай побольше 1900 Сколько в ВБЛКе? Ну в ВБЛКе единственное меньше Но это совсем машинка БМД Так же 1500 Ну блин БМД меньше Ну то есть здесь точно Должно быть больше прочности Хотя бы я не знаю 1600 1700 И определенно Есть какой-то баг Ну по крайней мере Вот на спаренных автопушках Я увидел какой-то баг То что Ты стреляешь Ну то есть Снаряды летят ниже Чем эти пушки находятся То есть скорее всего По факту У тебя они вылетают Ниже чем Не с самих автопушек Как они здесь есть Я надеюсь Все эти косяки поисправляют В ближайшее время Для того чтобы уже Народ когда получил Эту машину Смог на ней катать Но Определенно Машина забавная Сможешь подобрать себе То вооружение На котором тебе Больше нравится играть Или на котором Тебе будет больше получаться Поэтому Тем более Что это Премиумная Да Премиумная машина И которую можно получить На халяву Практически там Ничего не делая Мне кажется Офигенно